Пожалуйста, кто первый успеет. Уважаемые коллеги, доброе утро. Прежде всего я хочу поздравить Александра Вадимовича и Елену Юрьевну с этим замечательным событием. Они проводят его регулярно, оно очень красивое. И вообще всё, к чему прикасаются Александра Вадимовича и Елена Юрьевна, оно становится красивым. Начиная от салата и кончая инфарктной сетью, инсультной сетью. Это сделано с любовью, это такой бренд. Мне это очень приятно. И, конечно, нельзя не сказать слова благодарности в адрес моих дорогих коллег, которые сегодня присутствуют в этом зале, сидят в президиуме. Это люди, с которыми мы много лет работаем, дружим. И особый поклон ещё раз Александру Вадимовичу, который начал строительство и создание инфарктной сети в Москве. И это такой эталон сегодня и в России, так можно сказать. И это дело успешно продолжает Елена Юрьевна, привнося свои интонации и особую ещё раз любовь и трепетное отношение. Итак, тема моего сегодняшнего сообщения – это нарушение ритма и сердечно-сосудистая смертность. Я постараюсь остановиться очень коротко на двух аспектах – на внезапной сердечной смерти и на фибрилляции предсердий. С чего хочется начать? Что бы ни ели наши пациенты и мы сами, какое бы давление мы ни имели, высокое, очень высокое, низкое, какой бы уровень холестерина мы ни имели, единственный способ простаться с этой жизнью – это развиться нарушением ритма. Механизмы при этом этих явлений, они в известной степени универсальны. Они хорошо вам известны и представлены тремя разновидностями – реэнтри, аномальным автоматизмом, триггерной активностью. Когда наши пациенты спрашивают, почему у меня, доктор, появились нарушения ритма, мне всегда хочется ответить, мне интересно, почему эти нарушения ритма у кого-то не появляются, ибо возможностей так много. Что является непосредственной причиной жизнеугрожающих аритмий, тех, которые приходят к развитию фатальных событий? Мы хорошо знаем, что это желудочковые аритмии, желудочковые тахикардии, в первую очередь, фибрилляция желудочков. Порядка 20% приходится на долю брадиаритмии, и всё это способно приводить к синдрому внезапной сердечной смерти. Несмотря на такие универсальные механизмы, о которых мы упомянули, сценарии, которые лежат в основе развития этих фатальных событий, как мы знаем, разнообразны. И на первое место выходит ишемическая болезнь сердца, а в ней лидирует острый инфаркт миокарда, дестабилизация коронарной бляшки, развитие коронарных событий, запускает цепь с развитием нарушений ритма. Конечно, мы знаем, что существенная доля приходится на группу заболеваний, называющихся кардиопатиями. Здесь представлены гипертрофические дилетационные кардиопатии, но спектр шире и включает аритмогенную дисплазию. Ну и, наконец, менее 5% – это первичные аномалии ионных каналов. По сути, это даже не сердечная патология, это патология ионных каналов, которые начинают работать таким образом, за счёт которых реализуется развитие сложных фатальных аритмий. Достаточно ли наличия такого субстрата? Нет, иначе бы мы с вами имели столько больных нарушениями ритма. Трудно себе представить. Необходимо наличие определённых триггерных факторов, которые играют роль спускового крючка в развитии этого сложного механизма аритмогенеза. И в качестве наличия таких триггерных факторов выступают транзиторная ишемия, нестабильность гемодинамики, нейрогенные влияния, целый ряд других факторов. Всё это приводит к аритмиям, которые здесь представлены. Развивается желудочковая тихикардия, фибрилляция желудочков, или ещё более неблагоприятные варианты в виде асистолии, электромеханической диссоциации. Распространённость синдрома внезапной сердечной смерти зависит от той возрастной группы, о которой мы говорим, и колеблется от одного случая на 100 тысяч населения в молодом и подростковом возрасте. Как мы знаем, это связано в основном или с патологией ионных каналов, патологией фазы реполяризации, развития миокардита, кардиопатии, и существенно увеличивается в основной популяции, в старшей популяции, составляя у больных заболеваниями сердца до одного случая на 4-10 пациентов. Хочу представить этот слайд, потому что на нём показано, как влияли введения различных препаратов кардиологического профиля в нашу ежедневную практику, как это влияло на снижение частоты внезапной сердечной смерти. От исследований со спиронолактоном, бета-блокаторов, различного вида ингибиторов АПФ, ингибиторов-рецепторов АПФ, здесь не показаны только одни последние исследования, связанные с использованием сокубитрила с волсартаном, который также позволил снизить частоту внезапной сердечной смерти в популяции. И эти данные свидетельствуют о том, что все наши терапевтические мероприятия, они работают, они присводят не только к лечению, хорошему лечению сердечной недостаточности, но они позволяют снизить частоту и риски внезапной сердечной смерти. Тем не менее, для больных, которые перенесли внезапную остановку сердца, вследствие желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков, или гемодинамически значимой желудочковой тахикардии, или устойчивой желудочковой тахикардии, если больной, ожидаемая продолжительность его жизни составляет больше 1 года, в обязательном порядке ему требуется имплантация кардиовертер-дефибриллятора. Никаких сомнений в этом нет, и в этом случае эта имплантация выполняется по поводу вторичной профилактики. Что по поводу первичной профилактики? Хочу напомнить вам хорошо устоявшееся правило, что имплантация кардиовертер-дефибриллятора рекомендована у пациентов с клиническими симптомами хронической сердечной недостаточности и снижением фракции выброса левого желудочка меньше 35% вызванной ИБС как минимум через 40 дней после инфаркта миокарда, здесь вспомним новое исследование, которое было доложено в этом году, и 90 дней после ревоскулиризации миокарда на фоне оптимальной медикаментозной терапии. Также больные должны иметь оптимальную продолжительность жизни более 1 года. Что мы имеем на сегодняшний день? К сожалению, это единственные данные, которые я смогла найти по поводу того, как часто имплантируются кардиовертер-дефибрилляторы с целью вторичной профилактики и первичной профилактики. Мы видим на примере регистра Италии, что число таких операций растет, видим динамику роста с 2000 года по 2005, но что растет опережающими темпами первичная профилактика имплантации кардиовертеров-дефибрилляторов с целью профилактики внезапной сердечной смерти. Конечно, 20-летний период наблюдения показал статистически значимое снижение частоты внезапной сердечной смерти и в новых исследованиях с имплантируемыми устройствами. И на вопрос о том, должны ли кардиовертеры-дефибрилляторы, используемые для профилактики внезапной сердечной смерти, проделать путь аспирина, мы с вами понимаем, что мы вкладываем в эти слова от высокой приверженности к весьма негалистическим взглядам на использование аспирина. Так вот, в отношении кардиовертеров-дефибрилляторов с уверенностью, наверное, можно сказать, что нет. Но, с другой стороны, хочу обратить ваше внимание на известные вещи о том, что имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов в целях первичной профилактики позволяет снизить не только сердечную, но и общую смертность, но обоснованные разряды по поводу желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков при этом получают менее 40% больных. А наиболее угрожаемые пациенты не идентифицируются даже при ретроспективном анализе. Конечно, мы должны увеличить число имплантаций, но не менее важный вопрос – это вопрос поиска предикторов, что сегодня является признанным, наверное, единственно признанным предиктором – это фракции выброса левого желудочка, и вы видите, как меняется частота внезапной сердечной смерти при изменении, при снижении фракции выброса левого желудочка. Но использовались и предлагались и другие предикторы – поздние потенциалы желудочков, альтернация Т, турбулентность ритма, вариабельность ритма, дисперсия КУТ, нейрогуморальные маркеры, генетические аберрации, признаки воспаления, нам всем хорошо известный С-реактивный белок, функциональный класс по Нью-Йоркской классификации, электрофизиологическое исследование, я его отметила особо, и скажу потом, почему. Тем не менее, ситуация так выглядит, как она выглядит на этой картине. Картина называется «Змея прячется в траве». Кто-то из этих лиц, представленных на этой картине, является той самой раздражающим фактором, той самой змеёй. Кто это, попробуйте вычислить, также, вероятно, обстоят дела и с предикторами внезапной сердечной смерти. Их прогностическая позитивная значимость крайне низка, колеблется в районе 20-25%, хотя отрицательное прогностическое значение велико, а это значит, что в качестве предиктора мы можем использовать фракцию выброса левого желудочка и поиски того нового предиктора. Это очень важная задача, я на этом также остановлюсь. Хочу отметить также, что факторы риска, предикторы риска общей смертности, которые представлены на левой верхней части этого слайда, они, и показатели смертности, они отличаются от показателей ритмогенной смертности, от показателей внезапной сердечной смертности, которые представлены в нижней части слайда. А в правой части этого слайда вы видите, как распространена частота внезапной сердечной смертности и общей смертности или разрядов кардиовертера-дефибриллятора в разных группах больных. И как вы видите, возникает ситуация, когда в группах неопределённого риска частота внезапной смерти оказывается выше, чем частота смертности кардиальной. И это та группа наших пациентов, у которых отбор для проведения первичной имплантации наиболее сложен и наиболее интересен. По данным проспективного исследования, одного из последних, который был опубликован в 2018 году, и куда входили более 600 больных, включавших проведение процедуры имплантации КВД, как с первичной профилактики, так и для вторичной профилактики, наиболее значимыми предикторами, помимо фракции выброса левого желудочка, оказались данные электрофизиологического исследования, а именно возможность индукции желудочковой тихикардии, а также использование КВД для вторичной профилактики. Но это даже не требует никаких дальнейших подтверждений. Хочу поделиться с вами нашими собственными данными. Это проспективное двухлетнее нерандомизированное исследование у больных ЭБС, которые перенесли процедуру ревоскулиризации миокарда. И в качестве конечных точек мы изучали и частоту внезапной сердечной смерти, обоснованных срабатываний дефибрилляторов, и эпизоды потери сознания, и успешные реанимационные мероприятия. Что оказалось выделенным, что мы смогли выделить в качестве возможных предикторов? Перенесенные в прошлом злокачественные аритмии или синкопальные состояния, да. Патологический тест на турбулентность ритма сердца, уровень BNP, высшепороговых значений, которые здесь представлены. А независимые предикторы кардиальной летальности, они отличались, включали размер левого предсердия, креатинин сыворотки крови, вышеопределенных значений. И если мы подумаем о физиологическом смысле этих показателей, то это не кажется такой странной находкой. Другие возможные предикторы, в том числе у больных с некоронарогенными аритмиями, это степень фиброза миокарда, которую мы сегодня можем оценить, в том числе и количественно оценить, если используем МРТ с контрастным веществом с годолинием. Как вы видите здесь, вот в этой группе пациентов, она составляла около 100 больных, мы исследовали этот феномен и определили то критическое значение фиброза миокарда, которое оказывало значимое влияние на дальнейшую судьбу пациента, на срабатывание дефибриляторов, на развитие синдрома внезапной сердечной смерти, на возможность индукции желудочковой тахикардии. Очень удобный метод, я думаю, что в будущем он также станет одним из основополагающих краеугольных камней в проведении дальнейших исследований на эту тему. В целом, можем ли мы прогнозировать риск внезапной сердечной смерти для популяции? Можем ли мы предсказать непредсказуемое? И здесь я тоже хочу процитировать слова Черчилля. Мне они очень нравятся, и я иногда их повторяю. Иногда врач оказывается в положении политика. Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год, а потом объяснить, почему этого не произошло. В отношении числа кардиоверторов-дефибрилляторов – это динамика этих процедур. Вы видите частоту имплантации в России. Как изменилась эта частота с 2007 по 2016 год. И если первоначально это было 2,2 случая на миллион населения, то сегодня это 10, хотя этого очень мало. Тем не менее, я также должна остановиться на имплантации CRTD, учитывая контингент больных наших с ХСН. Ясно, что таких аппаратов должно быть много. Посмотрите, как мы изменялись по частоте. И обратите внимание, что страны, которые первоначально не являлись лидерами в этом вопросе, они ведь приросли в несколько раз, в 200-300%, так что, вероятно, какая-то перспектива есть. Ну и, конечно, это возможности использования, обучения населения принципам сердечно-легочной реанимации. Как вы здесь видите, где происходят эти случаи, случаи внезапной сердечной смерти? 2 трети вне стационара. Часто это мужчины в возрасте старше 50 лет, им больше всего достается. В дневное время 2 трети при свидетелях, 2 трети дома, 1 треть в публичных местах. А сердечно-легочная реанимация, по данным статистики современной, оказывает 1 из 7 присутствующих. Есть куда направить свои усилия. Ну и, наконец, динамика и виды желудочных аритмий в качестве причин внезапной сердечной смертности. Как мы видим, это число постепенно снижается, число развития фатальных аритмий. Но обратите внимание на правую часть этого слайда. На смену желудочковой фибрилляции, фибрилляции желудочков – это потенциальный вид нарушения ритма, которые шоком восстанавливаются. Приходят асистолии, электромеханическая диссоциация, когда наши решения очень сложны, что нам делать? Возможная причина связывается не только с тем, что бригада приезжает позже и наступает асистолия, но и с тем, что многие наши больные получают бета-блокаторы. Такая теория тоже есть. Ну и другие возможности мы должны, наверное, использовать на популяционном уровне. Это так называемый спасательный жилет, лайф-вест. Хотя исследования, результаты негативные. Мы тоже понимаем, почему не так часто наши потенциальные жертвы фатальных аритмий носили их. Ну и, наконец, ранняя ревоскулиризация у больного, который перенёс внезапную сердечную смерть – это тоже очень важный повод для обсуждения. Что мы делаем сегодня? Быстрые реанимационные мероприятия и потом адекватное выхаживание. Что мы должны проанализировать сегодня? Это то, что предшествовало развитию фатальных аритмий, то, что больной, возможно, носил в качестве ту информацию, которая была записана, если больной имел имплантируемое устройство, который может иметь блютуз, который может связываться с определёнными нашими медицинскими структурами и подавать сигнал тревоги. И, наверное, в новой концепции в проблеме внезапной сердечной смерти посыл этой неуправляемой эпидемии состоял в принятии экстренных цифровых решений в анализе big data, в анализе памяти устройств, если таковые были имплантированы, ну и всяких невообразимых технологий. К сожалению, за отсутствие времени я должна ограничить свою фантазию и не буду эту идею развивать. Но она есть. В этом году American Heart Association выделила 14 миллионов долларов на развитие аритмий, связанных с внезапной сердечной смертью. Замечательное явление. И на что же эти деньги предполагается потратить? Четыре университета. Мне кажется, это интересно, потому что это и нам подсказывают какие-то варианты развития. Изучение редких генетических вариантов жизнеугрожающих желудочковых аритмий. Исследование реанидиновых рецепторов и аномалий канцерных каналов для поиска новых подходов. Ну и терапевтических и возможных решений в лечении желудочковых аритмий. Создание моделей внезапной сердечной смерти и фатальных аритмий. Создание средств защиты головного мозга при развитии синдрома внезапной сердечной смерти. Это должно быть реальный препарат. Мероприятие на популяционном уровне такого обучающего характера. По поводу фибрилляции претердий. Хочу показать этот слайд, потому что он представляет собой результат анализа банка данных Великобритании. Куда входят 500 тысяч, это не больные, условно здоровых и больных пациентов в возрасте от 40 до 69 лет. Это совершенно уникальная база данных, которая содержит всевозможные данные не только о частоте аритмий, но и генетические параметры соответствующих, включенных в нее людей, их ЭКГ, их биохимию, их общий анализ крови. И, соответственно, мы всегда говорим о частоте фибрилляции претердий в популяции, но вот этот банк данных, он может говорить об истинной частоте. И мы видим, что действительно этот вид нарушения ритма, это не является неожиданностью. Он действительно превалирует среди всех других нарушений ритма. За ним следует брадиаритмия, нарушение проводимости, а дальше уже суправентрикулярная аритмия и желудочковая аритмия. И очень интересно, что анализ этих больших данных, он действительно позволяет проанализировать те факторы риска, которые лежат в их основе. Интересно, например, что курение, оно оказалось нейтральной по отношению к развитию фибрилляции претердий, но сыграло свою роль в развитии желудочковых аритмий. Вряд ли на такой большой выборке можно считать эту ситуацию такой казуистической. Ну и целый ряд других явлений, например, слипопное, оказалось более значимым для фибрилляции претердий, но менее значимым для желудочковых аритмий. Это не секрет ни для кого, что в ближайшие 50 лет фибрилляция претердий действительно примет характер эпидемии. Вы видите, как изменится число случаев фибрилляции претердий. Ну и, конечно, вряд ли в этой аудитории кардиологической надо напоминать о том, что это главный источник системных эмболий, главный источник инсультов. И более того, а симптомные формы, то, что мы не диагностируем, и то, что, как змея в траве, наиболее, вероятно, поэтому опасно. Но если мы думаем, что тромбоэмболии инсульта – это главные опасности, то это не так. Ибо фибрилляция претердий, как мы видим, увеличивает и риск летальных исходов, и риск развития сердечной недостаточности, ну и при соответствующем лечении увеличивает и риски кровотечений. Это наше правило. Правило номер один. Тем, кому нужно давать антикоагулянтные препараты. Вы хорошо это знаете. Они по эффективности и безопасности превосходят варфарин. Они предотвращают огромное число инсультов. Они благотворны в сопоставлении с варфарином в отношении снижения числа геморрагических инсультов. Как часто используются новые антикоагулянты. Обратите внимание, это данные 2017 года по разным странам. Вот я Россию тоже выделила столбиком. 56% из тех больных с фибрилляцией предсердий, которые нуждаются в антикоагулянтах, принимают эти препараты. Вероятно, это очень достоверные данные. Но я вам, готовясь к этой лекции, скажу так, что я пыталась найти достоверные популяционные исследования, российские. И нашла только одно исследование, которое было проведено в Красноярске сотрудниками института с севера. И какой процент приводят они? От 32 до 38%. Интересна еще другая особенность. Треть тех, кто должны принимать антикоагулянты, их получают. Вот в этом красноярском исследовании варфарин, те пациенты, которые пили варфарин, как вы думаете, кто имел рекомендованные значения МНО от 2 до 3? 30% – очень простое правило. Вот такое негативное получается. Поэтому это важный вопрос, вопрос профилактики. 10-40% с ФП ежегодно проходят стационарное лечение, эффективность антиаритмиков составляет 16-45%. Вот почему мы все больше говорим об аблации. И здесь приведены цифры по анализу соответствующего регистра, как часто используется аблация в разных странах мира, европейских странах. Эти данные приведены. Что касается России, то в 2016 году было выполнено около 10 тысяч процедур, в 2017 году несколько больше. Слава богу, сейчас у нас есть возможность выполнения их в рамках ОМС. В отношении эффективности аблаций, я даже стесняюсь об этом говорить в присутствии президента общества аритмологов, но думаю, что завтра эти слова будут разрушены впух и вправ. А сегодня я все-таки скажу, что этот процент эффективности, он составляет первой аблации, первой единственной процедуры, составляет немногим более 60% в разных модификациях, которые вы здесь видите. И что ограничивает использование этой процедуры в клинической практике? Ну, во-первых, то, что у нас есть много позитивных исследований, которые говорят о том, что модификация факторов риска, она снижает частоту эпизода фибрилляции предсердий. Во-вторых, эти неопределенные результаты по тяжелым конечным точкам и высокая частота рецидивов, необходимость повторных процедур. Ну и, конечно, возможные осложнения, хотя частота их не так велика, но, возможно, связаны с тем, что процедура ограничивается не только аблацией устьев легочных вен. Хочу представить результаты самого крупного исследования, исследования кабана, в который планировалось включить 3000 больных, было включено немногим более 2000. Наверное, исследователи, которые стартовали в 2006 году, в 2013 году немножко изменили протокол исследования вследствие того, что медленно включали больных и включили меньше. Первоначально предполагалось проводить анализ в соответствии с намерениями лечить. Была выделена группа больных, которые должны были получить только медикаментозное лечение и только аблацию, но из-за высокой, вероятно, в том числе из-за высокого кроссовера, то есть перехода из группы медикаментозного лечения в группу аблации, результаты оказались вот такими, что примерно совпадала первичная и конечная точка, она здесь представлена, у больных, которые получали медикаментозную терапию, и которым получали аблацию. Вообще планировалось, что показатели конечной точки за пятилетний период, они достигнут 12%, они практически этого и достигли, но разницы не было. А вот когда проанализировали то, что было выполнено по протоколу, то, что было выполнено фактически, то оказалось, что различия есть, и различия в пользу группы аблаций. И эти различия также были связаны со снижением часто рецидива фибрилляции предсердий после так называемого отмывочного периода даже в группе по намерению лечить. Я вижу усилия заканчивать, исходящие в письменном и устном виде, поэтому буду приближаться к финальным кадрам. Итак, число аблаций при фибрилляции предсердий в России, оно отмечено здесь, и мы входим в определенную квартиль, вторую квартиль по частоте выполнения этой процедуры. Как изменилось, как менялось число катетерных аблаций на миллион населения, вы также видите на этом слайде. И здесь огромный рост, наверное, так можно сказать, числа процедур за последний десятилетний период. И если среднее число пропорции аблаций по поводу ФП составляет 39%, то в нашей стране этот процент составляет примерно 31. Мне кажется, не так и плохо, хотя, безусловно, есть куда двигаться. Количество квот, могу это пропустить, ну и некая дорожная карта, что, мне кажется, имело бы смысл сделать для того, чтобы сегодня показывать более убедительные собственные данные. Конечно, это регистры внезапной сердечной смерти, имплантируемых устройств и больных с фибрилляцией предсердий. Это обучение принципам сердечно-легочной реанимации на популяционном уровне, эффективная профилактика и лечение ИБС как главного источника фатальных аритмий, это создание адекватных антикоагулянтных клиник, разработка новых антиаритмических средств и новых терапевтических подходов, совершенствование интервенционных и хирургических технологий, развитие так называемой облатогеномики, ну и анализ big data. Я надеюсь, что когда-то они у нас будут собственные. Спасибо за внимание. Большое спасибо, глубоко уважаемая Елена Зеликовна. Сейчас, коллеги, я...